Приветствую вас! И хотелось бы начать свой ответ с того, что заметить. То, что вас раздражают определенные выражения лица, это связано именно с вами. То есть вот именно у вас есть что-то такое, именно у вас есть некая проекция, которую вы воспринимаете как угрозу себе. То есть, понимаете, как вы говорите, глупое выражение лица может для вас означать определенный символ. Например, глупое выражение лица означает, что, допустим, человек, с которым вы, например, взаимодействуете, он, например, глупый. И вы понимаете, что вы общаетесь с глупым человеком, и у вас возникают неприятные чувства именно потому, что, а, зачем я общаюсь с глупым человеком? Ведь я, там, например, грубо говоря, достойен большего, да, или, там, достойна, не очень понятно, мужчина вы или женщина. Вот. То есть, возникает вот это вот ощущение, что я общаюсь не с тем человеком, с которым я бы хотел общаться. И, может быть, у вас появляются ощущения, а вдруг я так же выгляжу, как и он? Вдруг я выгляжу так же, как и этот человек вдруг? Вдруг я выгляжу так же глупо? Вдруг у меня так может быть выражение лица глупое бывает? А, может быть, вы и знаете, что по вашим меркам у вас бывает выражение лица глупое тоже. И вы считаете, что иногда вы тоже, бываете, выглядите как-то вот глупо. И вам начинает казаться, что это ужасно, как-то когда вы смотрите на, ну, вот, на подобное выражение, как-то со стороны. И это действительно проекция вашей неуверенности в себе, сомнений в себе, определенных переживаний, связанных именно вот с вами, с вашим восприятием себя и так далее. То есть, смотрите, объективно, глупое выражение лица у человека бывает только тогда, когда вы, ну, или кто-либо другой, неважно, в данном случае, не знаете этого человека. Потому что, если вы знаете его, то, скорее всего, именно глупое выражение лица у него быть уже не может. Потому что, ну, как правило, глупое выражение лица, оно сменяется каким-то другим. То есть, либо это задумчивость, либо это просто абстрагирование. То есть, у этого глупого выражения лица появляется опредмечивание, да, опредмечивание, которое определяется самим человеком, вот, самим Илька, так, как вот он себя позиционирует. А глупое выражение лица, как правило, это ваша оценка. То есть, вы оцениваете его выражение лица как глупое. То есть, вам кажется, что человек поступает глупо в той или иной ситуации. И я здесь просто-напросто хотел бы вам предложить подумать о том, а вот кто вообще, например, сказал, что одно выражение лица глупое, а другое выражение лица, например, нет. Кто сказал, что одно выражение лица умное, а другое выражение лица глупое, например. Как это определяется? Определяется это тем, что мы знаем о человеке. Определяется это тем, как мы воспринимаем человека. А воспринимаем человека мы всегда через признак себя. То есть, восприятие других – это своего рода зеркало восприятия себя. Но восприятие себя, в свою очередь, это зеркало того, как нас воспринимают другие. В частности, вот родители. То есть, от того, как нас воспринимают другие родители, в первую очередь, мы так воспринимаем себя. От того, как мы воспринимаем себя, мы воспринимаем других. Понимаете, вот такая вот идет обретение следственной связи. И если вы воспринимаете выражение лица других как глупое, то, скорее всего, вы себе что-то считаете глупым. А если вы что-то в себе считаете глупым, то, скорее всего, это вас родители считали глупым. А глупость, то или иное действие глупое, да, и так далее, это субъективная оценка поведения. И предоставление этой субъективной оценки, это проявление авторитарности и определенной узости когнитивной, то есть познавательной. То есть, я настолько уверен в том, что знаю этого человека, я настолько уверен в том, что я адекватно его воспринимаю, что я могу назвать его глупым. Выражение лица его назвать глупым, глупый поступок его назвать глупым и так далее. Но люди с высокой когнитивной сложности так никогда не скажут, потому что понятие глупость, как поведение, так выражение лица, оно варьируется в зависимости от ситуации. И люди с высокой когнитивной сложности это понимают, с низкой нет. И вам, если вы хотите избавиться от этого, нужно просто свою когнитивную сложность повышать, это раз, и во-вторых найти первопричину такого восприятия. То есть, откуда у вас пошло вот такое восприятие выражения лица. Кстати, из вашего текста не очень понятно, вы свое выражение лица воспринимаете как глупое, или чужое выражение лица вы воспринимаете как глупое. Вот это вот не очень понятно, исходя из вашего текста. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Спасибо!